всем здравствуйте вы на канале про цветок а я ольга дуброва сегодня я хочу с вами поделиться секретом что же я буду выращивать в этом сезоне на своем участке годом чего станет мой участок но перед этим я хочу сказать большое спасибо всем моим подписчикам которые пришли на встречу наш магазин мне было приятно видеть эти одухотворенные лица эти просто фантастические заинтересованные души которые все вот просто пронизаны темы жизни растений любви к окружающим друг другу спасибо вам большое мне было очень приятно с вами пообщаться ну и что вы думаете понравился ли мне магазин конечно понравился во первых я отметила что все очень четко организовано иногда приходишь в магазин и мечешься там по рядам и потом уже до головокружения не понимаешь где что найти здесь все было четко это было очень приятно и вот несколько раз пройдя я поняла что это все получилось у процветка и как вы считаете я ушла без ничего конечно же нет для себя определила что этот год будет проходить меня по девизам даешь брокколи во первых полезно а во вторых такая дорогая что надо вырастить ее много накушаться летом вдоволь и заморозить на зиму поэтому пройдя по рядам конечно не сильно я потратилась потому что кстати цены тоже меня удивили что они несколько дешевле чем у других магазинах цветочных которые я посещала ну и вот начался мой марафон сорта маратон я так понимаю что это тоже и есть марафон это гибрид f1 чем он меня прельстил тем что он средне раннего срока и они рассказывают о том что это слушайте мировой стандарт среди гибридов брокколи благодаря великолепной адаптации к различным условиям выращивания принципе то что надо головка не очень большая но зато не требовательно пишут к условиям произрастания и высокоурожайные там второе цветение так сказать происходит это я взяла свою копилку следующее брокколи называется тонус это уже раннеспелый чего я тяготею к среднеспелым крайне спелым потому что снова же все надо кушать срок заморозить мы всегда успеем там уже там чуть попозже но летом надо вот грядки прямо на стол тянуть его здесь уже обещают головку 200 грамм замечательно и развиваются боковые до 7 боковых созревание ранее то что надо и урожайность высокая два три килограмма с метра квадратных вот уж понесется красиво выглядит и вот интересная такая штука с которой даже не встречалась называется она брокколети какая-то пишут знаете как ультра ранний сорт спаржевой стебелевой брокколи завоевавший известность мировой кулинарии через 75 дней но вообще супер вот она меня вот крайне заинтересовала расскажу потом что получилось потом пройдясь еще встретила подписчицу которая просила перцы посоветуйте ну не перцевод я скажу вам честно но какие-то пристрастия есть которые случайно прибивает к моему берегу допустим магазине что-то понравилось или соседка угостила или я где-то подцепила и мне когда-то понравился очень перец который миниатюрный карликовый и тут смотрю сибирский карлик и советую подписчица она мне говорит это баловство а я говорю баловство но зато какое высокое урожайное и какое веселенькое какое вкусное и урожай до самой поздней осени особенно если у вас есть теплица то там высота его кустика будет сантиметров уже 60 а в открытом грунте сантиметров 40 вот это меня очень устраивает и бесконечные бесконечные плотики поэтому рекомендую следующее но это я случайно схватила это просто рука дрогнула во время общения потому что я хотела лук шалот а здесь какой-то лук на зелень красный пучок меня смутили вот эти вот луковицы но выглядит конечно красивенько правда ну не написано что какой вид это может просто лук не знаю буду пробовать написано что это зимостойкие и многолетние я конечно хотела шалот ладно попробую по форме пера возможно это батон буду пробовать следующее конечно семена лука парея как же без паре и скоро я его уже буду сеять потому что без паре и мы никак часть паре я употребляю в течение сезона а остальную часть я немножко прикапываю бросаю какую-нибудь лапочку он у меня зимует и ранней весной спустя ну месяц наверное наверное после того как вообще вот начинается вегетация в природе пожалуйста уже можно срезать сочную нежную зелень лука парея я выбрала сорт парабелла потому что он средний поздний с тем чтобы вот какую-то часть оставлять и он успешно зимовал следующее что мне понравилось это фасоль которая называется каннелину с итальянским таким названием семена из италии беленькая иногда у меня проходит год фасоли хоть и объявила год брокколи над фасоли я никак не откажусь фасоль у меня много сортов наверное более 12 может 15 если то там и белая какая то есть это вот гигантская там не знаю как она правильно называется которая вьющиеся которые не знаешь какую опору предоставить и как ее содрать с этой вишни как-то вот было меня в прошлом году разноцветная красивая вкусная а это говорят вот здесь вот вернее пишут что идеально для итальянского классического супа мини строны ну как же отказаться иногда хочется просто вот чистенького белого немутного бульона после фасоли буду сеять к тому же в пакете семян вполне себе достаточно 10 грамм представляете хорошо огурец прихватила ревизию дома провела поняла что до семена огурцов меня есть удержалась от других очень большой выбор семян огурцов ну а вот огурец китайский змей потому что у него ведь такие длиннющие длиннющие плоды они могут идти под разными названиями встречала и аллигаторы китайский там какой-то фермерские еще какие-то какие-то суть в том что они вот такие в самом деле где его буду сажать все его посажу в этом году на балконе потому что в большой емкости достаточно одного-двух растений для того чтобы с лета до осени употреблять сразу балкончика на стол вкусный нежный у которого никогда не твердеет кожура огурец и на балконе даже была такая история что прямо на кусту я не знаю это особенность была сорта или так она и есть я вот просто как батон так отрезала та часть оставалась висеть я думаю если его весь срежу он начнет увядать пусть он там висит питается вот он висел и питался потом снова прихожу вы думаете анекдот честное слово так оно и было и вот так вот я питалась наверное до ноября месяца с двух правда балкон весь был увид вот этими вот змеями но это было очень вкусно и прикольно как же без салата я люблю салаты всякие вот лола руса вывелась замечательный салатик никогда не стареет не идет стрелку не зацветает и очень приятный на вкус сюда нежный такой немножко ореховый привкус рекомендую еще есть разные сорта там это лула роса лула бьонда и много других салатиков горох горох ну просто прихватила его сюда потому что я взяла наверное сортов 5 гороха и взяла с какой целью такой целью что я их уже посеяла на так сказать микрозелень зачем мне это микрозелень которую мне рекомендую я буду такую зелень хочу и части уже начало щипать ну а это оставила чтобы посеять следующую ротацию конечно же не обошлось без петуний потому что но хочется чтобы она украшала сад ярким таким пятном сорт наверно польской селекции невысокого роста устойчив к дождям к ветрам многоцветковый 20-30 сантиметров можно как кашпо посадить на гречка можно посадить прямо в грядку как вам нравится вот мне захотелось такого цвета яркого и сочного ну проходя мимо колиусов не знаю зачем он мне нужен но я его прикупила потому что такого я еще не встречала и он называется сейчас он правильно прочитаю колиус колоча f1 scarlet такое длинное название сложная колоча изумительно разрезанными листиками с невероятной окраской да и вообще все колиусы их невозможно не любить и рекомендую вам тоже высаживать в каких-то горшках можно прямо в грунт высаживать и бесконечная палитра как по окраске и бесконечно можно смотреть как природа как селекционеры разрезают эти листики как они становятся то вдруг сильно рассеченными истонченными то они прямо так как кусок мяса выглядит мне так кажется с бахромчатым краем невероятная красота но такого не видала поэтому захватила и снова добавила брокколи которая вот уже так выглядит но сорт тоже ранний и высоко урожайный надеюсь что все у меня в этом году получится посетите наш магазин процветок возможно вы еще что-то не успели купить возможно я вам что-то подсказала на что-то вас натолкнула потом мы с вами поделимся впечатлениями и своими урожаями успехов вам процветайте до новых встреч и подписывайтесь кто не подписан до свидания до новых встреч